Боже, что за хрень? Это импостеры? Это какой-то зомби-апокалипсис? Да, капитан Саратов, я вас слушаю. Что значит на моей станции появились импостеры? Я же только вчера выкинул троих человек. Ладно, я вас понял, я найду их и выкину. Хелло всем, ребятки, с вами, как всегда, Фокс Нео, и на моей станции появились импостеры. Это же они могут быть, они могут прятаться под потолком или в вентиляции, боже мой. И мне сообщили, что импостеры не ставят лайки под мои видео, так что обязательно проверьте наличие лайка под этим видео, иначе вы окажетесь в космосе. Ну и подписку проверьте так, на всякий случай. И у меня созрел гениальный план. Чтобы найти импостера, я должен думать как импостера, чтобы думать как импостер, я буду смотреть анимации по Among Us с импостерами. Хотя нет, я посмотрю самые реалистичные Among Us анимации, которые только найду. И поехали. И мне потребовалось буквально 0,1 секунду, чтобы найти Among Us гиперреалистичную хоррор 3D анимацию. Вау, звучит очень хайпово. И судя по всему, это не кликбейт, вы посмотрите, насколько она графонистая, боже мой. Это же просто шикарно. У меня просто слов нет. Обычно, когда так называют какие-то анимации, то там какой-нибудь миленький мультяшный графончик и немного отражений. А тут прям, прям охренеть. Это дум какой-то, а не Among Us. Сколько здесь деталей, сколько отражений. Как графон выкрутили. Он даже запарился над анимацией костюма. Боже мой, там даже дым есть. Охренеть. Чувак поработал с освещением, с отражениями. Абсолютно совсем. Вон, он даже продумал детали костюма, как это все будет взаимодействовать. Он, наконец, добавил им руки. Понимаете, тут появились руки у Амангастеров. Охренеть можно. Это просто вау. Давай, беги. Нет, нет, нет. Импостер не должен тебя поймать. Я же говорил, они передвигаются и по крышам тоже. Точнее, по потолкам. Давай, беги. Я надеюсь, ты выживешь. Нет, он пролезет через вентиляцию. Прячься. Он пролез через вентиляцию. Боже, а вот это уже крипово и не очень реалистично. Хотя, это реалистичней абсолютно всего, что я видел по Амангасу до этого. Серьезно, вы посмотрите на эти зубища. Все, это конец. Я хочу продолжение. Это было просто охренительно, ребятки. Знаете что? Вы должны зайти прямиком к этому аниматору и поставить ему огромный лайкосик за эту охренительную анимацию. Но вы можете сделать это, когда этот ролик закончится. А пока что мы перейдем к следующей анимации. Дальше у нас будет Нечто среди нас. Тизер анимационного фильма. Тизер у нас идет буквально одну минутку и он тоже графонистый, но здесь уже реальные люди. Ну как реальные люди? У них есть ноги, у них есть руки. Единственное, что их отличает от людей, так это цвета у скафандров. Если в прошлой анимации чувак запаривался, как обыграть вот эту вот форму Амангастеров, то здесь чувак просто запихнул людей. Почему бы и нет? Но это такой анимационный фильм, поэтому это круто. Я думаю, что если Амангаст еще год будет хайпить, то по нему выпустят фильм. Тут без вариантов. Так, они пробираются на космическую станцию. И вот они презентуют этот видос. Можете им тоже лайкосик поставить? Что же у нас будет происходить? Желтый импостер. Все, по глазам вижу. А, нет. Что? Какого хрена вы видели? Желтый не импостер? Вы хотите спросить, как я видел его глаза? Не важно. Я просто видел. Боже, что за хрень? Это импостеры? Это какой-то зомби апокалипсис. А, да. Он залез прямиком в костюм. Так вот как бы выглядел импостер в реальной жизни. Охренеть можно. Мне, если честно, эти монстры напоминают монстров из Ласт оф Аса. Вот есть что-то похожее, только грибов не хватает, да? Хорошо. Едем дальше. Among Us, но анимации убийства мемные. И RTX включен. Ну что ж, давай заценим твой RTX. Поехали. И... Боже мой, ну ты серьезно? Это нифига не RTX. Это какое-то мыло, причем адское. Это... Это что такое? Боже мой. Ладно. С моей фантазией явно что-то не в порядке. Просто смотрим дальше. Фу, тут отвратительный графон. Просто отвратительный. Это нифига не RTX. Ладненько. Я не могу это серьезно смотреть. Это выглядит срато. Он им глаза обыграл, кстати. Ну хотя бы не люди. Эм... Почему они разного размера были? Это не я! И все. И на этом анимация... Боже мой, закончится. И у него целая куча анимаций на канале. Что тут у нас? Among Us, но анимации убийства мемные. Но это я только что видел. Among Us, но там 99 импостеров. Встречают Человека-паука. Чего, блин? Ну также у него есть анимации про Человека-паука. Там какой-то кошмарный Человек-паук. Обычный Человек-паук. Я не хочу это смотреть. И опять Among Us, RTX. Он и там Человек-паук. Почему он смешивает Человека-паука и Among Us? Это странно. Ну ладно, раз уж начали смотреть безумные анимации, продолжаем. Among Us, но в ней 100 тысяч игроков. И вы думаете, это кликбейт? Нет, это не кликбейт! Посмотрите! Ну, возможно, их там не 100 тысяч, но явно больше тысячи. Один игрок. Ну вот он миленький там бегает. Все нормально. И блин, он такой милый. Такие милые звуки издает. И так мемно бегает. Это луна какая-то. И он... Но ему нужны друзья. Добавьте ему друзей, пожалуйста. Блин, он такой милый. Почему Among Us? И вот так вот не разговаривают. 10 чувачков бегает. Блин, у меня ощущение, что чувак их обучал с помощью какой-то нейросетки. Потому что вручную он вряд ли смог бы заанимировать тысячу игроков. Или 10 тысяч. 100 тысяч! Ой, блин, они милые. Они мурчат. Да, 100%. Они пробегают сквозь друг друга и начинается медленно хаос какой-то. 100 игроков. Блин, они такие милые. Я не могу просто. Я хочу себе теперь такой брелок вот с таким вот милым чувачком. Так, ключи повесить и бегать с ним. Ооо... Это так завораживает на самом деле. Какой-то бегающий скитлс. Окей. А теперь тысяча, наверное, будет. Ооо... Они как куча маленьких разноцветных котяток. Или телепузиков, что более вероятно. Охренеть. Нет, возможно, все-таки их будет здесь 100 тысяч. Как же они забавно бегают! Ну, я просто не могу на это смотреть. Я хочу пролистать сразу до 100 тысяч, потому что видос у нас долгий довольно. Вау! Не, ну это реально какой-то бегающий скитлс. ММ Дэмс. О, боже мой. Тут можно просто делать скрины и ставить на рабочий стол. Я даже не знаю, как это комментировать. И там какие-то баги начались. Они буквально друг в друге уже находятся. Звук перегружен. А, он выключил звук, потому что там со звуком началась полная жопа. Значит, он все-таки это не вручную анимировал. Это все было автоматизировано. Что мемно. Вау! Давайте просто поставим на паузу. Их тут только 10 тысяч. Я хочу 100. Вот, 100 тысяч. О, боже мой. Это не кликбейт. Нифига не кликбейт. Их тут реально 1100. О, божечки. Как это эпично выглядит. Они похожи на какой-то ковер, который превращается в атомы. Я не знаю. Но вы сами все это видите. А вот это уже выглядит крипово. Армия клонов двигается захватывать луну. Охренеть. Сколько он все это рендерил? Я в шоке. Очень завораживает. И, к сожалению, это все. Этот видос закончился. А почему миллион не добавил? 5 миллионов, 10 миллионов. Хочу, чтобы целиком вся луна была в них. Почему бы и нет? А дальше у нас будет фильм Амонгас. Идеальный самозванец. О, это то, что нужно, чтобы вычислить импостера. Давайте заценим. Так, нашли тело. Тело черного. О, нет. Как они все испуганы. Хм, кто же импостер? Давайте прямо сейчас начнем гадать. Можете писать свои варианты в комменты, когда догадаетесь. Я пока что не знаю, кто импостер. Не хочу пальцем тыкать. Но вот зеленому я начинаю доверять. Потому что он так подозрительно на всех смотрит. Начал я ему только доверять. И он такой... Нет, зеленый, пожалуйста, не убивай никого. Я тебе верю, зеленый. Я ставлю на тебя. Ага, красный у нас пошел следить за зеленым. Но зеленый выполняет задание. Хм, красный по канону будет импостером? Так. Ага, задание выполнено было. Ты красный такой. Все, я тебе верю. Нет? Красный импостер! Все по канону! Боже мой, какая анимация обсратая. Что-то тут реализма ноль. Но выглядит эпично, да. Нет! Пожалуйста, обнаружьте его кто-нибудь. Нет, он убил зеленого. Но я был прав, зеленый у нас был мирным. Хоть что-то я угадал. Оу, ноу! Только не говорите, что КД нет. И здесь, как обычно, нет КД. Нет, что? Он же уже нажал на кнопку. Ты не можешь его убить. Это так не работает. Он в вентиляцию сбежит сейчас? Что? Что он сам себя пырнул? Ты что? Охренеть можно. Что за бред? А представьте себе, если бы в Among Us можно было себя пырять, чтобы других подставлять. Было бы очень мемно. И это родило бы новую волну мемов. Но пока мне интересно, кого они выкинут. Бирюзова? Нет, серьезно. Божечки ты мой. И он всех убьет. Хотя, как он убьет всех, если он теперь ножом не может пользоваться? Что? Не был импостером? И все. Минус два. У-ху! Это победа. Изи. Импостеры победили. И что ты теперь один будешь делать на станции? Совсем тупой, что ли? Ну и раз уж мы начали смотреть графонистые анимации, то давайте заценим Among Us. Что именно происходит после того, как тебя выкидывают симуляция тел? Вот это должно быть мемно. И они сюда даже добавили какой-то сюжет. И чуваки такие, это зеленый. Да, это зеленый. Интересно, а зеленый реально импостер? Видимо, нет. Дерьмо. Нет, кажется, он был импостером. Что? Боже мой. Вот к чему эти звуки? Где они их взяли? Что? Я себе это поставлю в качестве будильника. Причем звук на максимум выкручу, чтобы меня по утрам встречало вот это вот. Ладно, я досмотрю это до конца. Как это залипательно. Сегодня мы посмотрели столько залипательных анимаций. И озвучка определенно здесь гениальная. Почему там отражение на астероиде словно он стеклянный? Все. Ты в космосе, сынок? Почему они тебя выкинули именно в астероиды? Почему они не выкинули тебя в обычный космос? И почему там Стив находится? Что он там делает? Железо добывает? О, божечки мои. Стив повидал всякое дерьмо. Но такое, наверное, впервые. Что? Он кинул покебол? Он его запокеболил? Подожди, ты что импостер? Всегда им был. Еще имен в конце добавили. Ну почему бы и нет. Ну что ж, ребятки, последняя пара анимаций дала мне понять, что импостером всегда является красный. Но тут без вариантов. Видишь красного, выкидывай его в космос. И... Нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Это не то, о чем вы подумали. Нет, это просто совпадение. НЕТ! Твою-то мать. Ну что ж, ребятки, если вы хотите вернуть меня обратно на корабль, То ставьте лайки Подписывайтесь на канал Ну а я полетел